Так, здравствуйте, меня зовут Ильца Фурмар, ученик 10-го класса Мирюнской и Мирюнской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева, мой руководитель Аммосова Евдокия Федосевна, и тема моей работы – исследование гальванистского элемента из аллотропных модификаций углерода в условиях Якутии. И проблема моей темы является создание гальванистского элемента из подручных средств, устойчивых к низким температурам атмосферы. Объект исследования – гальванистский элемент из угля и графита. Цель – определить зависимость напряжения от концентрации электролитов в гальванистских элементах и устойчивость в низких температурах атмосферы, в нашем случае Якутии. Мои задачи – это изучить литературу, сделать графитовую и угольную батарейку, определить зависимость показателей вольтметра от концентрации электролитов в графитовых и угольных батарейках, определить зависимость показателей вольтметра от времени подзарядки в зависимости от концентрации электролитов и провести исследование на устойчивость к низким температурам атмосферы. И сперва, что же такое электрический аккумулятор, да? Или же гальванический элемент, просто люди, батарейка. Это химический источник тока. Это кратко, да? Или же это С, многократного действия. И переходим к моей практической части, где и следующие реактивы и оборудование были использованы для того, чтобы сделать гальванический элемент из угля и графита. Методика моей работы. Сперва достать графит и уголь, да? И размолоть ее до порошкового состояния. Ну, приблизительно вот такого. И сделать разные растворы, как мы будем называть их, электролита, разной концентрации. Далее я представлю вам мои электролиты. И нужно сделать батарейку, используя фольгу алюминиевую. И проверить ее на силу напряжения на вольтметре. И вот, собственно, мои электролиты. Сульфат меди разбавленный. Хлорид лития, хлорид натрия, гипохлорид натрия. Концентрация от 10 до 30%. И в зависимости от концентрации батарейки показывали разное напряжение. И самое лучшее число напряжения показал хлорид лития. И неплохие результаты показали хлорид натрия и гипохлорид натрия. И второй опыт. Это результат подзарядки батареи с 30% электролитом. Это мы подзарядили батарейки от 1 до 3 минут каждую. И снова наилучший результат показал хлорид лития. Неплохими результатами отличились хлорид натрия и гипохлорид натрия. И исходя из этой таблицы, мы сделали диаграмму. И даже тут видно, что хлорид лития показывает очень хорошие результаты. Даже без подзарядки. Вот, заметьте. И самый главный третий опыт. Это влияние низких температур на показатели напряжения. Именно устойчивость к низким температурам. И на мой взгляд, самым устойчивым является батарейка с хлоридом натрия. С углем в роли катода. Даже можем заметить, что за час он держит 0,6 вольт напряжения. И переходим к выводу. Выводом является то, что от концентрации электролитов зависит напрямую показатель напряжения вольтметра. Из этого следует, что электролиты, основанные из сильных оснований и кислот, наиболее эффективны в качестве проводника. Примером является наш литий хлор. Хлорид лития. И самый главный вывод тоже является то, что хлорид натрия с углем показали наибольшую устойчивость к низким температурам атмосферы. В сравнении с другими гальванистскими элементами. Это исходя из моего третьего опыта. И на этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Доброго дня. Продолжение следует... Продолжение следует...